Селям алейкум! Здравствуйте! В эфире программа «Ачехлав» и я, ее ведущая, Эльвина Меметова. Проживая на родной земле, мы должны помнить, сохранять и развивать культуру своего народа. А достойно презентовать ее, изучать истоки и традиции помогает Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия. В гостях у нас директор музея София Эминова. Селям алейкум! Хошкильдена, София! Алейкум селям! Салам! Салин аханам! Крымско-Татарскому музею уже 26 лет. Мы с уверенностью можем сказать, что он развивается параллельно со своим народом. Хотелось бы у вас узнать, как вообще происходил путь становления нашего такого замечательного музея? Да, в этом году музею уже 26 лет, как он фактически, начала формироваться его коллекция. Если в 92-м году он был как общественной организацией, как на общественных началах был создан благодаря нашим художникам и Ассоциации Крымско-Татарских художников, то в 95-м году он стал как бы отделом библиотеки Гаспринского, ну а уже в 99-м году было принято постановление о создании отдельного республиканского Крымско-Татарского музея искусств. И, ну, фактически вот 26 лет, как начало формирования коллекции, мы так ее позиционируем, и 20 лет, в следующем году, ровно 20 лет, исполнится как музей, существует как отдельное уже юридическое самостоятельное лицо. С какой целью создавался музей? Можем ли мы сказать, что все-таки эта цель достигнута? Ну, конечно, цели были поставлены очень большие, очень серьезные. В первую очередь, это сохранение нашего национального искусства, образцов народного декоративно-прикладного искусства, работ наших профессиональных художников. То есть и коллекция начала формироваться фактически вот с работ и произведения наших художников. Затем в 95-м году была приобретена коллекция декоративно-прикладного искусства Аблямита Умерова, знаменитого конферансья ансамбля Хайтарма. И в будущем эти коллекции начали увеличиваться. Основные цели, это, конечно же, сохранение, изучение, собирание и популяризация крымско-татарского искусства, культуры и истории. Цель достигнута, ну так, трудно сказать. Естественно, это процесс всегда живой, продолжающийся. То есть, естественно, сейчас уже совершенно другие возникают интересные направления. И музей постоянно развивается, и коллекция постоянно пополняется. То есть музей формируется. И музей еще пока не обрел своего постоянного здания, поэтому основная цель это создание полнопрофильных, постоянно действующих экспозиций, она еще вот в процессе. Мы работаем над тем, чтобы мы обрели наконец-то свой дом и смогли уже развернуть полноценные, полномасштабные, постоянно действующие экспозиции, посвященные искусству и культуре крымских татар. В музее большое разнообразие выставок, экспозиций, как вы уже начали об этом говорить. Что сегодня может прийти посетитель и увидеть в музее? Какие выставки функционируют? В музее постоянно меняются выставки. Так происходит, что выставочный зал у нас всего два на сегодняшний день здесь, в Симферополе. И мы там, естественно, вынуждены часто их сменять. Это, с одной стороны, хорошо, что есть постоянно такой процесс движения, но с другой, конечно, вот многие наши посетители, которые хотели увидеть ту или иную выставку, пока найдут время и дойдут до музея, уже выставка сменилась. В настоящее время сейчас у нас работает очень хорошая выставка, очень интересная вышивка, историческая фотография крымских татар конца 19-го, начала 20-го века из фондов Российского этнографического музея. Нам удалось осуществить вот такой очень интересный проект и из коллекции Санкт-Петербургского музея привезти вот часть уникальных образцов крымстарского декоративно-прикладного искусства. И вторая выставка, которая сейчас действует в стенах нашего музея, это выставка, посвященная нашему современному декоративно-прикладному искусству и конкретно тоже вышивке. Там мы показываем наших современных мастериц, как мы уже все знаем, что это очень получило большой резонанс и развитие, и многие наши женщины всерьез занялись возрождением нашего традиционного искусства. И вот на этой выставке, посвященной памяти нашей известной вышивальщице, известному художнику и педагогу, мастеру Габелена Зулиха Ханамбекировой, как раз ей бы исполнилось в этом году 105 лет, мы, посвящая ей, вот собрали наших молодых мастеров. То есть две выставки сейчас работают здесь у нас в Симферополе, и кроме этого у нас еще есть музей дважды Героя Советского Союза Амедхана Султана, который у нас работает постоянно в Алубке. Там, кроме постоянно действующей экспозиции, посвященной жизни, боевому пути и послевоенной деятельности, летно-испытательской деятельности Амедхана Султана, кроме этого работает сейчас выставка «Военная служба крымских татар» на службе в Российской империи с конца XVIII до начала XX века. И еще выставка, посвященная 100-летию нашего знаменитого летчика-бомбардировщика Эмирусина Чалбаша. Вот такой вот у нас разный совершенно, да, разный вектор. Есть повод прийти. А как вообще проходит подготовка к выставкам? Как создаются эти экспозиции? Выставка, конечно, это очень интересный, очень творческий процесс, очень ответственный, очень серьезный. В начале, естественно, идет изучение, научное изучение темы, затем собирается материал, то есть идет подбор материала. То есть выставка — это прежде всего мы должны работать с предметами. То есть мы, все, что мы изучили и прочитали, да, и мы должны затем это все представить в конкретных предметах, которые можно увидеть. Естественно, это в первую очередь отдаются предпочтению раритетам, изучаются фонды, свои фонды. Архивы изучаются и личные архивы, естественно, материалы, которые могут быть в Государственном архиве Республики Крым. И затем, то есть формируется вот сам объем, экспозиция формируется. Затем идет из собранного материала, затем уже работают художники. Они делают художественную концепцию, то есть научная концепция, потом подбор материала, идет художественная концепция, и дальше идет уже самый такой интересный творческий момент, когда сама вот формируется экспозиция. Это очень интересный процесс. Работают наши профессиональные мастера, художники, заслуженный художник Республики Крыма — это Энвер Изетов, потомственный тоже художник Энвер Аблаев, которые, ну, действительно, это просто очень талантливые люди. И очень интересно, во-первых, наблюдать за процессом, как это все создается. И в результате получаются вот выставки, которые мы потом показываем нашим зрителям. Здорово. А с какими проблемами музей сталкивается в процессе своей деятельности? Понятно, что без этого нигде и никогда никак. Ну, конечно же, естественно, как и у всех, мы тоже живые люди, музей — это, как я уже сказала, живой организм. Конечно, проблемы есть. В первую очередь, проблема помещений, к сожалению, недостаточно, потому что фонд, если это вначале где-то было порядка двухсоток единиц экспонатов, сейчас это уже более десяти тысяч, и, естественно, они должны храниться в соответствующих условиях. То есть нехватка помещений для фонда хранилища, нехватка помещений для выставочных залов. И вот это, конечно, нас очень стесняет, ограничивает в движениях, потому что идей всегда очень много. И материал вот действительно приходит в музей такой очень интересный, содержательный, который всегда хочется показать, хочется его представить на выставках. Но вот в связи с нашими, к сожалению, не совсем большими на сегодняшний день возможностями, мы не можем в полном объеме представить всю свою коллекцию. Ну, далее, конечно же, возникают некоторые проблемы с тем, чтобы организовать сам экскурсионный процесс. То есть люди приходят разные совершенно, да, и вот, опять же, это все связано, к сожалению, с ограниченностью нашего пространства выставочного. И так получается, что, да, несколько классов, например, детей привозят в школы, да, в школьные школы. И вот мы вот практически там пытаемся уже такие устраивать походы, там, маршруты выстраивать, так, чтобы всем людям было комфортно. То есть это нас очень беспокоит, чтобы люди могли, придя в музей, действительно получить вот тот объем информации, который мы хотим донести, получить эстетическое удовольствие в первую очередь. И, конечно, чтобы им было приятно, чтобы они почувствовали, что они вот отдохнули и, то есть, провели свое свободное время с пользой. Вот, и поэтому, конечно, все наши усилия направлены на то, чтобы обустроить наше рабочее пространство, обустроить наш музей. А есть поддержка от государства? Ну, конечно же, государство нас поддерживает. Министерство культуры действительно очень много делает для того, чтобы наш музей существовал. Кроме того, что, естественно, финансируются все наши коммунальные услуги, арендные расходы. Кроме этого, у нас появилась возможность сейчас издавать каталоги своих коллекций. Это действительно раньше было очень сложно организовать. То есть мы можем... Наша основная задача – это популяризация наших коллекций. Она начала находить свое воплощение. То есть мы вот издаем каталоги. Крымстарская вышивка, ткачество, костюм. Был сделан каталог по итогам выставки. И много других тем сейчас разрабатывается, которые позволяют, так сказать, охватить более широкий круг наших потенциальных посетителей и читателей. Затем мы смогли приобрести экспонаты. То есть мы смогли осуществить закупку. Несколько лет подряд последних мы приобрели очень ценные, очень интересные предметы декоративно-прикладного искусства крымских татар, созданные еще в конце XIX, в начале XX века. То есть это тоже для нас очень большой такой импульс и большая поддержка. То есть, слава богу, еще есть что приобрести, еще есть такие интересные коллекции, и есть люди, которые хотят ими поделиться. Поэтому, конечно, в этом направлении мы тоже очень активно работаем. Софья Хану, мы сейчас с вами обязательно продолжим говорить о развитии музея, но в рамках нашей программы есть рубрика, которая помогает изучать крымско-татарский язык. И специально, готовясь к этому эфиру, мы выехали в Крымско-татарский музей, чтобы посвятить эту рубрику теме музея. Давайте посмотрим вместе. Итак, музей на крымско-татарском так и звучит. Музей. Прошлое. Кечмэш. История. Тарих. Историческая память. Тарихи. Хатара. Музеи существуют во всех странах мира. Они различаются по направлению, наличию экспонатов, наполнению и содержащимся ценностям. Экспонат так и звучит. Экспонат. Или сергалерген. Шей. Ценность. Хаймет. Дегер. Все они призваны сохранить и приумножить культурное наследие человечества. Культурный меденетля. Меденет. Меденей. Наследие. Мерас. Асабалах. Культурное наследие. Меденет. Мераса. К примеру, наш Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия или Крымтатар. Меденей. Тарихи. Мерас. Музея не просто собирает экспонаты, но и стремится к изучению истоков и традиций крымских татар. Жизнь в музее не замирает ни на минуту. Здесь проводятся различные тематические программы, экскурсии, встречи, выставки, где посетители могут полюбоваться различными работами крымско-татарских художников и мастеров народного творчества. Экскурсия так и звучит. Экскурсия. Кезенте. Диарет. Выставка. Серга. Например, сейчас в музее представлена выставка из фондов российского этнографического музея под названием «Крымско-татарская вышивка. Исторические фотографии конца 19-го – начала 20-го века». Этнографический. Халмияд. Этнография. Этнографик. Этнографический музей. Халмияд. Или этнография. Музея. Музейные работники стараются привлечь внимание к народному достоянию как можно больше представителей общественности. Народное достояние звучит как халхварета. Музей – это не только объект культуры. Это огромный мир, совокупность мероприятий, открытий и идей. И мы, посетители музея, являемся неотъемлемой частью этого мира. Надеемся, дорогие телезрители, что сегодняшний выпуск был для вас интересным. До скорой встречи. Я Олег Лердекоришеек. Музей. 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 Мы тоже собираем и тоже формируется отдельный очень хороший фонд. Далее, конечно, отдельно музей существует. Музей дважды Героя Советского Союза Медхана Султана. И поэтому предметы, связанные с его биографией, с его деятельностью, они тоже уникальны. Есть даже его костюмы личные, которые он носил. Кроме того, что там очень большой объем фотографий, документов и так далее. То есть есть личные вещи. Это одно из самых ценных, считается, на музейной работе. Записная книжка его, его пиджак и так далее. Потом у нас очень хорошая коллекция сейчас начала формироваться. Это археология. Археологическая, там и нумизматика у нас есть, керамика есть. То есть мы этот фонд тоже начинаем так формировать, приступать к этому более серьезно. А могут ли неравнодушные люди принимать участие в обустройстве музея, приносить какие-либо экспонаты? Ну, конечно. В принципе, наш музей и в основном, большая часть, это наши подарки. То есть это наши соотечественники нам их просто дарили. И, конечно, это тоже очень большой вклад в формирование и в становление нашего музея. Очень много фотографий, даже предметов, личных вещей, которые наши соотечественники приносили в музей. Вообще наш музей можно позиционировать как такой народный музей. Он, в принципе, создался фактически с началом возвращения обустройства нашего народа в Крыму. И поэтому вместе с нашим народом, по мере его, так сказать, возвращения обустройства, и становился наш музей. То есть он формировался, коллекция его увеличивается, с каждым днем, с каждым годом она растет. И поэтому мы надеемся, что у нас будет возможность еще открывать новые экспозиции, новые выставки, новые музеи. София Ханум, хранить уже полученные знания и сокровища – это большой труд. Вот хотелось бы узнать, насколько все-таки востребован сегодня Крымско-Татарский музей? В музее сейчас это, ну, как вот раньше воспринимал, что-то такое застывшее, да, там, пахнущее нафталином, и вот, где очень скучно, и сидят очень, там, полуспящие смотрительницы, бабушки и так далее. Нет, совершенно, сейчас на музей смотрят совершенно по-другому. Это живой организм, который всегда находится в движении, и всегда есть перспективы развития. То есть, во-первых, там сейчас, в музеях проводится очень много различных культурно-образовательных мероприятий. То есть, это и мастер-классы. Конечно же, дети уходят в восторге от наших мастер-классов, особенно с теми, которые связаны с национальным искусством. Очень интересная и вышивка. Сейчас мы вот активно работаем и с дошколятами тоже в том числе. Проводим мастер-классы по изготовлению открыток с национальным крымско-татарским орнаментом. Расписываем даже морскую гальку. Да, потом проводим мастер-классы по ибру рисования на воде. Один из самых любимых и востребованных мастер-классов. Вот, вышивка интересуется. То есть, лепка у нас тоже очень популярна. Поэтому музей постоянно развивается. И музей, естественно, это и своего рода научный центр, который старается изучать свою коллекцию и публиковать ее. То есть, в музее проводятся конференции, семинары. И вот недавно у нас прошел очень хороший, интересный семинар, посвященный развитию нашего вышивки, крымско-татарской вышивки и других видов декоративно-прикладного искусства. И там наши мастера, которые собрались, смогли услышать очень интересную, ценную информацию по тем возможностям, которые существуют на сегодняшний день для развития их творчества и этой деятельности. Для того, чтобы серьезно ей заниматься, для того, чтобы участвовать в серьезных выставках и так далее. То есть, мы пригласили экспертов, и они поделились такой очень интересной и важной информацией. Поэтому музей — это постоянный обмен. Музей — это как бы, ну знаете, диалог между прошлым и будущим. Мы помогаем благодаря своей коллекции лучше узнавать свою культуру, свое искусство. И хотим, конечно же, чтобы оно получило развитие в будущем. То есть, поэтому мы больше с этой точки зрения рассматриваем. Естественно, находимся в постоянном движении, стараемся все время развиваться, делать очень интересные выставки и проводить полезные мероприятия. То есть, мы с уверенностью можем сказать, что музеи в современном мире не последнее место занимают? Абсолютно нет. Музеи современные особенно. Это просто, ну, культурные центры культуры. И где, вы знаете, сейчас там были бы возможности, создаются всевозможные интерактивные площадки. Там чуть ли не раскопки проводят дети, да, вот там в специально обустроенных зонах. Затем всевозможные игровые автоматы, тематические, естественно, направленности. Все это создается. Парки целые, исторические происходят. Как бы у нас есть такая идея, вот, может быть, приоткрою немножко секреты. На будущее. Нам сейчас, да, удалось, вот, благодаря поддержке нашего Министерства культуры и Духовного управления мусульман Крыма, создать в городе Старый Крым новый музей. Это на правах отдела нашего музея, музей истории и археологии. И как раз он будет, Старый Крым, это колыбель крымско-татарского народа. Это все, что связано с восстановлением и массовым распространением нашей религии. То есть очень много памятников сохранилось исторических. И, в принципе, это место, где можно очень ярко и очень интересно раскрыть золотардынский период истории Крыма. Поэтому мы хотим в перспективе сделать вот такой музейный центр, где будут тоже вот организованы эти парки своего рода, где будет историческая реконструкция. Когда придут туда люди, они смогут окунуться в эту среду, в эту эпоху. Возможно, даже там как-то переодеться, да, и принять участие в каких-либо там турнирах. Возможно, вот самое важное, да, что отмечают по этому периоду, развитие торговли. Да, какие-либо торговые там интересные, лавки будут организованы и так далее. То есть, ну, это как бы такие наметки, идеи очень есть интересные и хорошие. Мы надеемся, что музей должен ожить. Он должен как бы раскрыться. И хотелось бы, конечно, чтобы были предметы сделаны копийные оригинальных вещей, которые можно было бы трогать. Сейчас вот в музее стараются давать возможность, чтобы дети особенно могли соприкоснуться и вот более такую тактильную, так сказать, включить составляющую, чтобы почувствовать эти вещи, чтобы не только все это было виртуально, но и погрузиться непосредственно в эпоху. Это очень хорошие шаги вперед. Софья Ханэм, 2018 год подходит к концу. И завершая нашу программу, хотелось бы у вас спросить, какая работа была проделана за этот период? За этот 2018 год, конечно, было проведено более 25 выставок. Были проведены очень много культурно-образовательных мероприятий, экскурсионные обслуживания. Мы эти все цифры, естественно, по ним постоянно отчитываемся. Но из всех организованных выставок, конечно же, надо выделить это выставка, которую мы смогли привезти, организовать, привезти из Российского этнографического музея. Потому что это коллекция, которая формировалась в начале 20 века одним этнографическим отделом Русского музея. И это предметы, которые, когда их приобретали, когда их собирали, они записывали, во-первых, на языке оригинала, как он называется. К примеру, в степной части собранный фес, тот же фес, головной убор, который мы все знаем, он так и написан в его паспорте, что это называется пес. То есть диалектные отличия можно увидеть. Потом очень интересные, они адресные, есть имена и фамилии авторов этих предметов или владельцев этих предметов, понимаете. И вот как бы это, конечно, для нас очень многое позволяет для научного изучения этой темы, потому что уже позже сохранившиеся и те предметы, которые мы собираем, многие из них, мы не знаем, из какого района Крыма, из какой деревни они произошли. Поэтому очень важно понимать и изучать вот эти отличия. Эта коллекция, она благодаря нашим коллегам, еще раз им хочу выразить слова благодарности, мы смогли вот такую небольшую часть этой коллекции, там их более двух тысяч, здесь присутствует где-то порядка 120 экспонатов, ну, приоткрыть эту занавесь и показать нашим соотечественникам и жителям Крыма, чем мы обладали, чем мы располагали еще вот совсем в историческом значении, не так, таким далеким, буквально какие-то сто лет прошло всего лишь. Вот, поэтому очень, конечно, важно для нас, чтобы мы изучали не только свои предметы, свои коллекции, но и предметы, связанные с нашей культурой, которые хранятся в других музеях. Вот сейчас у нас есть возможность договориться с Ялтинским музеем, дальше мы планируем с Государственным историческим музеем, Музеем Востока и так далее. Мы надеемся, что эти проекты будут продолжаться, планы большие, да. Поэтому всех, конечно, хочу еще раз пригласить в наш музей, потому что выставки, ну, так получается, что они работают ограниченное количество времени, и, конечно же, хотелось бы, чтобы чем больше людей их увидят, мы надеемся, и им понравится, вот, и получат они информацию, которую хотят, это принесет пользу. Чех Сауна, Софьеханам, развивайтесь и продолжайте возрождать культуру крымско-татарского народа и дальше. Сауна. Дорогие друзья, ну, а мы вам рекомендуем чаще приходить в Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия, как вы уже сегодня поняли, там очень интересно, и можно найти для себя много всего полезного. Ну, а мы с вами прощаемся, в конце наша рубрика «Мудрость и слава». Приятного вам просмотра и до новых встреч! Крымско-татарский музей Фетва – это исчерпывающий ответ, данный знающим человеком на религиозный вопрос. Человека, выносящего фетвы, называют муфтием. Фетва должна быть основана на принципах шариата. Итикаф – благочестивое уединение в мечети. Верующие мусульмане дают обед, который предусматривает нахождение в мечети определенного количества дней по желанию верующего для поклонения Аллаху. В исламе существует обязательный и предпочтительный Итикаф. Обязательным Итикаф становится, если мусульманин дал по этому поводу обед. А предпочтительным является Итикаф в последнюю декаду месяца Рамадан.